Всем привет дорогие зрители! С вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в живописный лесной край на старое ранчо деда и продолжаем работу по его развитию в игре симулятор ранчо. В прошлой серии мы прошли обучение по основам ранчо ведения, если можно так сказать. Научились ломать и строить, ремонтировать транспорт, побывали в разных интересных местах на карте, купили инструменты и пару курочек. Что ж друзья, давайте продолжать, работы еще очень много. Остановились мы с вами на том, что собирались достроить наш новый дом. Но, друзья, совершенно случайно за кадром я его достроил. Почему случайно? Я не знал, как происходит здесь процесс строительства в этой игре. Я посчитал, что мы, наверное, наведем сперва каркас, далее мы с вами будем устанавливать, возможно, стены или что-то подобное, наводить крышу. Нет, собственно, тот каркас, который мы с вами делали, это и есть весь дом. Мы, оказывается, были в шаге от того, чтобы его достроить, мне просто не хватило пиломатериала. Немножко потрудился за кадром, порубил деревьев, сгонял на лесопилку на нашу и наделал кучу, огромную кучу досок. Загрузил, привез, посчитал, что, наверное, я сейчас как-то дострою каркас и вместе с вами уже продолжу строительство самого дома. Так как разрушался дом у нас с вами поэтажно, да? То есть не просто так ударил там куда-нибудь в уязвимое место и весь дом рухнул. Нет, разрушали мы поэтажно, а строится дом сразу весь, просто возведя каркас. Ну что ж, давайте я вам проведу небольшую экскурсию, как выглядит этот домик внутри. Довольно-таки мило, приятно. Есть у нас здесь радио, его можно включить, но мы включать не будем, я буду музыку прикручивать за кадром. Свою тоже в стиле как бы, раньше в стиле кантри. Вот такой вот милый интересный домишко. Здесь с чем-то взаимодействовать можно, с чем-то нельзя. Вот, например, с холодильником кухни нельзя, но наверху есть кроватка, в которой можно поспать, тем самым перемотать время. Это довольно удобно. Вот она кровать, хорошая, хорошая спальня. Здесь даже есть трофей у нас, череп оленя. Странно, почему именно череп, а не голова целиком, обычно вешают головы. Уж мы-то с вами знаем, как вешать трофей на стену. Ну что ж, друзья, план на серию какой? Мы с вами займемся строительством нового амбара. Вот на этом месте. Разрушим старый и на его месте будем строить новый. Впоследствии, если у нас останется время, мы с вами сгоняем магазин и прикупим животинку покрупнее. В прошлой серии мы купили парочку курочек, поселили их вот в этом маленьком небольшом курятнике, но кур я продал, друзья. Продал, потому что пока мне они не нужны. Процесс развития здесь в начале игры идет немножко по другому пути. Но с тех курочек, которые у нас были, я собрал несколько яиц. Не знаю, портятся яйца или нет, в корзине у меня лежало, по-моему, 3, насколько я помню, или нет. Ну да не суть. Вроде бы я больше собирал, это не важно. В общем, давайте приступать к работе. Наша задача сейчас разрушить вот этот амбар. Давайте с этим мы с вами сразу и начнем. Выбираем разрушение удаления и погнали крушить ломать. Не выглядит он каким-то сверхбольшим и долгим в плане разрушения, но вы знаете, я хочу этот процесс вместе с вами сделать, потому что на самом деле, когда рушится уже потом финальная часть, это очень круто выглядит, и это стоит того, чтобы на это посмотреть. Мы сейчас быстро-быстро здесь пробежимся, потому что вот практически всего ничего осталось до того, когда рухнет основная часть. Все, теперь у нас подсвечивается весь основной каркас, но пока давайте не будем торопиться. Сейчас разломаем все вот это вот барахлишко на земле. Главное, не ударить по каркасу, чтобы самое классное, самое эпичное оставить на потом. Неплохо я здесь попилил бревен, убрал там некоторые деревья, которые мне мешают, чтобы ездить на лесопилку. Так, хорошо. Вот эта пристройка я не помню. Нет, по-моему, она отдельно ломается, да. Отлично. Так, ну что уж, друзья, давайте посмотрим на это эпичное зрелище. Классно. На самом деле, интересно. Конечно, физика, ну, такая, да. Ну, ладно, не будем придираться, потому что даже по самой игре видно, вот даже по тому, как персонаж держит монтировку, видно, что, ну, как бы такое, да. Ну, ладно, может быть, геймплей будет интересным, хотя в комментариях мне писали, что вроде как игра такая скучная, нудная, багов много, неинтересно. Ну, что ж, посмотрим, друзья. Я всего лишь здесь пока еще гость. Пока мне сложно сделать вывод. Так, смотрите, это примерное очертание того, где у нас будет стоять наш новый амбар. Это нам нужно зачем? Для того, чтобы покосить здесь траву. Давайте примерно запомним. То есть вот это дерево, это практически центр. От него будем ориентироваться. И до тех деревьев дальних. Хорошо. Примерно для себя я понял, как это должно все работать и стоять. Убираем молоточек. И давайте в газонокосилочку. Немножко покосим траву. И поставим наш новый амбар. Благо, дерево я заготовил кучу. С этим проблем у нас точно никаких не будет. Так, стоп. Как-то вот так вот нам нужно сейчас объехать. Давайте сразу обозначим себе периметр. Где-то у нас вот так вот пройдет наш амбар. Точнее его стены, да. Где-то вот до этого момента. Вот всю траву, которая здесь есть, нам с вами нужно убрать. Не знаю, почему так сделано. Почему здесь трава настолько сильно влияет на строительство. Казалось бы, ну ставь и ставь, как бы постройку. Ну трава и трава, ничего страшного. Но здесь нет, друзья. Здесь действительно нужно подготавливать полностью место. Это еще очень хорошо, что нам не приходится копать фундамент. Потому что это было бы тоже то еще развлечение. Наверное, лопаткой помахать здесь. Но тоже интересно. Вы знаете, вот возня. Все-таки симулятор есть симулятор, да. То есть, что отличает симулятор, да, от любой другой игры? Это кропотливость вот это вот всяких действий. Ты должен сделать это, затем сделать это. Как говорится, поработать руками, но сидя за компьютером. Так, хорошо. Потихонечку остается у нас уже совершенно маленький кулачок травы. Я думаю, что с ним справимся без особых проблем. Со временем, скорее всего, и лесопилку можно будет улучшить. Потому что так-то она пока выглядит, ну как-то совсем никак. Тоже старое здание, некрасивое. Внутри новенький станочек стоит. Так, голова уже закружилась, на самом деле, от этого всего. Давайте хоть как-то сменим направление. Так, извиняйте все те, у кого слабый вестибулярный аппарат. Ну, как бы нам надо это сделать. Через силу, через не хочу, но надо. Задом, кстати, тоже трава стрижется. Это приятно. Казалось бы, почему не должна, да? Конечно же, должна. Ну что ж, мы подготовили площадку и теперь должны установить сюда наш новенький амбар. Смотрите, огромный амбар. Цена аж 900 долларов. Очень много. Классический красный амбар обеспечивает сохранность вашего скота. Его можно расширить и улучшить за дополнительную плату. Отлично, строим. Все. Теперь давайте подгоним наш огромный грузовик. Вот этот. Ну, для кого-то огромный, наверное. Например, для муравьев. Так, давай, давай, братан. Давай, задом не будем вертеться лишний раз. Слушай, смотри, задымил. Когда, скорее всего, маслица поджирает. Ну да ладно. Ну что, погнали, набираем досточки. Как вот неудобно сделано это все на... Короче, на мышку. Зачем разработчик сделал это на мышку? Потому что ты путаешься. Ты берешь на мышку, а кладешь на клавишу Е. Черт возьми, к этому вообще невозможно привыкнуть. Зачем? Разработчики, скажите. Ну все же можно сделать на Е. Брать на Е и класть на Е. Так, а ты чего, друг? Нет, можно проходить. Я уж думал, нельзя. Невидимые стены стоят. И вот смотрите, что интересно, да? Дом я с вами не построил. Случайно совершенно закончил. Я думал, что возведу подобный каркасик. И далее там с вами стены буду возводить, да? Как-то там крышу. Но оказалось, что нет. Оказалось, что вот этот каркас, это и есть, собственно, полностью постройка. Вот сейчас вы все сами, как говорится, и увидите. Вот уже мы наводим крышу потолок, да? Что-то такое, да. Так, здесь. Неужели у нас темнеет уже потихонечку? Не похоже. Ну вот как-то ощущение складывается такое, когда в небо смотришь, потом резко смотришь вниз. Складывается ощущение, что вроде как уже ночь наступает. На самом деле нет. Очень много я напилил дерева. Наверное, штук 5 деревьев. Они дают кучу бревен, на самом деле. Я перепилил. Это здорово. Так, сюда мы не дотягиваемся. Вот сюда еще да. Вот сюда еще да. А вот выше, скорее всего, уже с лестницы придется нам строиться. А борт закрылся. Кстати, он был открытым. Потому что иначе просто не погрузить бревна. Так, хорошо. Вот это мы навели. И остается у нас... Ну давайте посмотрим. Так, так. И крыша, да, вроде как еще. Не знаю, как мы будем до нее доставать. Вроде она не подсвечивается сейчас. Хотя, может быть, и не придется. Может, с прыжка? Точно, смотрите. Можно подпрыгнуть и достать крышу. Странно. Как-то у нас вот эта лестница... Ну хорошо, что она вообще есть. Могло бы ее и не быть, на самом деле. Тогда бы, я не знаю, как бы мы с вами достраивали это все дело. Вот это я зря. Вот это я зря, да. Вот почему нельзя делать было это на разные кнопки. Честно. Вот мое мнение, наверное, не изменится и к концу игры. Не надо было делать это на разные кнопки. Ну, опа. Красавчик паркурщик-строитель, друзья. Где еще такое увидишь, черт возьми? Ну что уж, давайте оценим. Ну, в описании было сказано, что он новый. На самом деле не особо, да. Такой же пошарпанный. Уже требует подкрасочки кое-где. Ну, кое-где. Везде, я бы сказал. Так. Черт возьми, интересно. Вопрос. Сколько у нас с вами денег? Давайте зайдем в режим строительства и попробуем это выяснить. А, у нас 544 доллара. Хорошо. Это нам даст, собственно, что? Кстати, а что мы здесь можем построить? Загон. За 150. А, слушайте. Вот это надо, наверное, да? Может быть, это надо нам не сразу? Что это такое? Кормушка. За соточку. А здесь? А двери боковые обязательно. Обязательно нужно. Давайте ставить. Двери нам нужны, иначе наш весь скот отсюда разбредется со временем. Но смотрите, две двери обошлись нам в 150, да? А теперь внимание. Вот это весь забор. Гигантский огромный, обходится тоже в 150. Цены здесь явно как-то гуляют. Сами по себе. Кормушки. По-хорошему нужны, но у нас проблема с финансами. Причем довольно ощутимая проблема. Двери. 125. Как не выкраивай, а у меня ничего не получается. Что конкретно? Конкретно, чтобы осталось на покупку одной свинки. Но нам нужны. И двери, и забор, нам все нужно. Тогда, друзья, мы с вами как поступим? Давайте строить вот это. И сегодня у нас, возможно, планы изменятся, и мы уже сходим с вами на охоту. Здесь охота служит заработком, практически основным заработком денег. Ну, далее, потом, когда уже ферма разрастется, тогда уже ты зарабатываешь на ферме. Вопрос. Заборчик. Блин, черт возьми, хочется. Хочется сразу сделать классно. Давайте, как говорится, гуляем на все. Да? Да. Сразу сделаем как положено. Чтобы у нас здесь был классный загон. Гуляли свинки и коровки в будущем. Но начнем пока со свинок. И последний штришок. Сколько у нас остается денежек, чтобы поставить кормушки? Прекрасная история. Все, ставим кормушки. Амбар у нас полностью готов, но нет, черт возьми, у нас денег. Нисколько. Для того, чтобы купить хотя бы первую свинку. Хотя бы одну. Ну что ж, ничего страшного. У нас есть зато пистолет. Да, тот самый опасный. Вот он. Давайте зарядим его. И что ж, я думаю, отправимся мы, наверное, в дом. Поспим. Нам бы, по-хорошему, нужно было бы еще и разгрузить доски. Да? Наверное, давайте мы с вами это сделаем. Кстати, смотри, а он не садится, да? Если руки заняты, он реально не садится. Хорошо. Давайте мы сейчас куда-нибудь отъедем. Вот сюда. И быстренько сейчас перекидаем доски на землю. Все. Здесь у нас будут лежать доски, потому что машинка нам это сейчас понадобится. Мы, собственно, на ней и поедем на охоту. Кстати, вот это как-то можно забрать? А, ну то есть, все, скорее всего, да, инвентаря у нас никакого нет. То есть, если мы забираем, то забираем уже полностью и с концами, да? Хорошо. Так, ну что ж, давайте отправимся поспим. И уже на утро, на свежую голову, как говорится, чтобы не промахиваться, мы с вами отправляемся на охоту. Сохраним нашу игру. Хорошо. Готово. Трофей на стене как бы нам намекает, да, на то, что есть некие навыки у нашего хипстера. Хипстера-фермера. Ну что ж, оценим, посмотрим. Нам с вами нужно куда? Нам нужно куда-то вот ниже нашего ранчо, куда-то вот в эти места отправиться. Там, насколько я знаю, водятся медведи. Ну, в принципе, нам любая живность подойдет. Единственный момент, я не знаю, как разделывать животных. Я первый раз, когда играл, настраивал игру. Естественно, встретил здесь, по-моему, оленя вроде бы. Вот как его разделать, я, честно говоря, не знаю. Но давайте мы по порядку. Давайте мы для начала заедем за канистрой. Она у нас, по-моему, стоит на лесопилке. Заправимся. И уже потом попробуем сгонять. Добыть какое-нибудь первое животное. Посмотрим, что нужно для того, чтобы разделать. Возможно, для этого нам нужно купить какой-то мясницкий нож. Я видел, такой в магазине продается. Посмотрим, что для этого нужно сделать. Канистру берем. И что? Перевернуть. Вот. Давайте заправим. Хорошо. И куда? А давайте вот здесь еще тоже заправим. Может быть, заодно мы с вами на заправку сгоняем. Что интересно, он почему-то начинает работать, когда ты его заправляешь. Непонятный момент, на самом деле. Так, давайте канистрочку-то аккуратно поставим вот сюда. Вот. Все. Отлично. Да жесть. Я все время забываю про то, что заводить надо. Но кто это выдумал? Зачем? Зачем и кто это придумал? Давайте, наверное, прокатимся по округе. И просто поищем каких-то бегающих животных. Они достаточно хорошо видны здесь, пробегающие. Но главное нам с вами не напороться на стаю медведей. Иначе все. Пиши пропало. Медведи здесь довольно лютые. И персонажа, по-моему, они догоняют. В крайнем случае, вроде бы с одинаковой скоростью они бегут. Но надо же еще и стрелять и целиться. Тоже немаловажный момент. В итоге, куда мы с вами заехали? Да. Давайте тогда свернем вот сюда. Вдоль леса проедем. Поищем каких-то животных. Так. Так. Так, вижу, вижу кого-то. Кого-то вижу. Вылезай. Вылезай. Бери оружие. Внимание, аккуратно. Жесть, я промахнулся. Ну ладно, ничего страшного. Для первого раза пойдет. Вот вопрос, как его разделать? Давайте, может быть, уберем как-то из рук. Разжмите, чтобы разделать. Вот как это происходит. Отлично. Грузим мясо, потому что мясо нам пригодится. Пригодится для того, чтобы продать его в магазине. За мясо здесь неплохо платят. Ну а мы с вами давайте попробуем поискать еще какую-то живность здесь. Возможно, здесь есть стая волков. Возможно, он был здесь не один. Не забываем, конечно же, про оружие. Чтобы оно было всегда в руках. Значит, хедшоты здесь работают. Это приятно. Это нам пригодится. А что вот такое впереди, кстати говоря? Строительный магазин. Это интересно. Это интересно, но пока нас это не интересует. Хм, ну вроде как-то не видать никого, да? Где-то я находил медведя, но черт возьми, я не помню, где я их видел. Получается так, что нам желательно бы, конечно, найти все эти места обитания. Привыкнуть к тому, куда потом ездить впоследствии. Потому что, как я понимаю, охота здесь вначале, ну ощутимый заработок. И перенебрегать ей вообще не стоит. Потому что, по большому счету, вот сейчас, казалось бы, где брать деньги. Да, по большому счету, негде брать, друзья. Мы с вами потратились довольно много. Тысячу, да, почти полторы тысячи мы с вами потратили. Так, убираем пистолет. Тоже неудобно все это сделано. Убрал, достал, достал, убрал. Можно же это все как-то по-иному реализовать. Например, просто сесть и поехать. Без всяких этих убираний. Кстати, в строительном магазинчике я не был. Поэтому, наверное, загляну, посмотрю, что к чему. Интересно все-таки узнать, чем тут приторговывают местные. Так, чуть непонятно, а где вход-выход? Там были какие-то большие ворота. Может быть, есть нормальный вход? Закрыто. Не, закрыто с этой стороны. С той стороны открыто. Написано. Что интересно. Что здесь продают? Инструменты. Movers Electronics. Понятно. Понятно то, что ничего не понятно. И почему он не работает. Возможно, еще пока не добавлен в игру. Скорее всего. Ну, а мы с вами давайте осмотримся. Кто у нас имеется здесь на местных полях, лугах и лесах? Винтовочка бы, конечно, была бы в тему. Все-таки пистолет. Ну, как-то такое. Скорее он здесь нужен для самообороны, для нормальной полноценной охоты. Как мы с вами знаем, подходит, как нельзя кстати, винтовочка. Ну, тоже никого нет. Ну что ж, давайте искать дальше, продолжать. У нас выбора-то никакого нет. Будем кататься, будем искать. Так, где я видел этих медведей? Черт бы их побрал. Может быть, нам по железке проехаться как-то? Давайте попробуем. Рядом с железкой проехать. Где-то я вот недалеко от ранчо натыкался на этих медведей. Причем их было там штуки три или четыре. На самом деле. Кстати, прочитал такой интересный лайфхак. Можно заглушить двигатель, когда ты едешь с горки. И тем самым можно экономить горючку. Ну, наверное, да, где-то и когда-то это будет полезно. Главное потом не забыть завестить, чтобы вовремя от кого-то удрать или кого-то догнать. Так, че-то пока не видать никого. Хм, что-то мне напоминают уже эти места. По-моему, где-то здесь я, собственно, и видел этих медведей. Мне кажется, даже где-то вот здесь. Хотя тут плюс-минус все одинаковые. Эти леса особо и не разберешь. Там уже амбар виднеется наш где-то впереди. Свежепостроенный. Так, тихо-тихо-тихо. Выезжай, выезжай, братан. Ну, скорее всего, все-таки спаун этих животных должен быть как-то, ну, может быть, рандомный. Может быть, определенный. Пока еще сложно сказать, потому что я совершенно здесь на такую именно охоту не ходил. Я случайно наткнулся на медведей, пострелялся с ними. По-моему, даже проиграл. Потому что они что-то были какие-то бесконечные. И в итоге на этом вся моя охота закончилась. Так, смотрите, смотрите, кого удалось найти. Бегает олень. Давайте попробуем его добыть. Нам любые животные сейчас нужны. Любые животные подходят. Попробуем затаиться. И попробуем к нему подкрасться поближе. Или давайте подождем, когда он подбежит к нам. Близко. Отлично, два попадания и олень взят. Прекрасно. Ммм, давайте осмотримся. Может быть, еще есть какие-то животные поблизости? Нет, был только олень, скорее всего, один. Ну что ж, погнали его разделывать тогда. А, все никак не привыкну, что надо с голыми руками садиться. Воу, ничего себе, вот это да. Но немножко все-таки мы осмотримся. Олень-то уж точно никуда не денется. Ну а здесь может быть кто-то посерьезнее. Но, к сожалению, нет. Или к счастью, или к сожалению, но никого нет. Давайте разделывать. Четыре куска, да? А, смотрите, все лишь по одному куску берет. Хорошо. Как-то интересно, а потом он сверху как-то будет их укладывать? Потому что так вот по ощущениям, как-то они друг от друга, эти куски ложатся, ну, на достаточном расстоянии, чтобы много не положить в итоге. Хорошо. Неплохие трофеи, погнали дальше. Чертова кнопка заводить. Вообще не могу к ней привыкнуть. Вот совершенно не могу. Хоть ты что со мной делай. Хоть режь, хоть бей. Безумно неудобная вот эта система. Зачем, главное, непонятно. Всегда хватало одной кнопки. Нажимаешь вперед, заводится. Все. Что интересно, на оленя наткнутся совершенно случайно. Как я понимаю, все-таки и животных здесь он такой. Очень-очень условный. Олень никуда не убегал, как-то бегал постоянно по одному и тому же месту. Вперед-назад. То есть звук вот этого квадроцикла его совершенно не пугает. Ну что ж, такое тоже бывает. А, собственно, там у нас что? Давайте вспомним. Там, по-моему, магазин автомобилей, да? А, нет, подожди, это же наше ранчо. Какой магазин? Шпилка, если ты чего? Ранчо, что ли, свое не узнал? Нет, нам на ранчо пока не нужно. Как минимум, нам, может быть, если нужно, то до магазина. Но я бы еще, на самом деле, пострелялся. Точнее, поохотился. Где-нибудь еще давайте прокатимся, поищем каких-то... Смотри-ка, а что у нас здесь? Куча прицепов просто так в лесу разбросанных. Хм, неспроста. Надо сдать на металлолом. Выручить за это денежки. Вы знаете, если мы так с вами будем искать животных и таким образом зарабатывать... То я чувствую, что мне, наверное, все же это все за кадром лучше делать. Потому что это будет очень долго. Кстати, я же не перезарядил, скорее всего, пистолет? Ну да. Сейчас кто-нибудь выскочит. Большой и толстый. И навалит мне по щам. Но не выскочит обидно. Ну что уж, тогда возвращаемся, давайте. И еще где-то прокатимся, поищем животных. Проехался вверх по железке и заметил еще в лесу одного бегающего оленя. А вот, собственно, и он. Давайте попробуем его догнать. Ты чего уселся-то? Давай вставай. Догнать и добыть. Получится это у нас, не знаю. Но мы попробуем. Так, одно попадание есть. Внимательно. Все. Два попадания. Всего-то нужно оленю. И мы с вами его берем спокойно. Хорошо. Давайте осмотримся, есть ли кто-то поблизости. Но проблемы какие? Проблемы. У нас вечер наступает. Скоро будет ночь. И будет совсем-совсем темно. Давайте, значит, запомним, где у нас лежит олень. Олень вот здесь. И где стоит наш транспорт? Где-то, где-то. Где-то, где-то. Вот он. Хорошо. Значит, сейчас попробуем как-то погрузить мясо. Мне кажется, что все, наверное, не влезет. Это будет достаточно обидный момент. Потом мы с вами домчим по темному, наверное, до магазина. Продадимся. И уж потом поедем спать. Я думаю, что сделаем мы с вами именно так. Поехали. Так, где-то олень. Вот он, по-моему, лежит, да? Да, он самый. Хорошо. А, смотри-ка, их даже можно сбивать. А, вы знаете, достаточно темно уже. Может быть, даже мы с вами... ...попробуем поспать. Сперва съездить. Уж потом поедем в магазин. Ну что ж, мясо упаковано. Пришлось для этого даже открыть задний борт, потому что канистра не становилась. Давайте попробуем сейчас сгонять до магазина. Где мы с вами? А, вот магазин как раз-таки будет по дороге в скорости. Посмотрим, работает ли он ночью. Если нет, то мы с вами вернемся и тогда продадим мясо утром. Я думаю, что ничего страшного, если мы сейчас ночью проверим туда, лишний крюк сделаем. Ничего такого в этом нет. Магазин у нас уже должен быть в скорости. Недалеко. И что самое интересное, укладывать обязательно нужно именно через функцию положить. Когда зеленым подсвечивается место, куда можно положить какое-то... Ну, канистру, там, мясо, неважно. Потому что если просто наброзать вкусов и ехать, то это все дело просто-напросто рассыпется по пути. Это, конечно же, очень плохо. А вот, собственно, уже и магазинчик. Хорошо. Сейчас проверим, можем ли мы это мясо все продавать. Было бы даже очень кстати. Надеюсь, техника здесь не ломается. Так, берем мясо. Несем в магазин и попробуем его продать. А, он закрыт. Вот, собственно, и все. Вот оно само по себе все и решилось. Тогда давайте его... Хм. Интересно, да? Смотрите, то есть я кусок... А, кусок-то я не отсюда брал, жесть. Я уж думал, не могу туда положить, откуда взял. Прикольно было бы. Так, а ну-ка. Да черт возьми. Вот я чувствую, друзья. Да, вот это еще та будет морока, на самом деле. Потому что вот я кусок взял, а назад его сюда же положить не могу. Это, конечно, дурь. Дурная, честно. Ну как так-то игра? Я только что отсюда взял этот кусок мяса. Почему я не могу положить его обратно? Да, теряешь время вообще не там, где надо, да, его терять. Точнее, тратить. Так, короче. А что нам, собственно, потом, да, сюда? Давайте мы сюда мясо и положим. Заберем потом, когда вернемся. Когда будем его продавать. Ну что ж, друзья. Сгоняю я, наверное, сейчас на базу. Там посплю. Вернусь сюда. И мы с вами начнем новый день с продажи мяса. Выспался, позавтракал и подъезжаю к магазину, чтобы продать наше первое мясо, добытое на охоте. Давайте попробуем это сделать. Интересно, как происходит этот процесс, но чувствую, что он будет уже достаточно долгим, потому что нам придется носить по одному кусочку мяса и впоследствии это все продавать. Давайте пока вот так вот положим. Ну что ж, я перетаскаю, наверное, сейчас все это мясо и мы с вами уже продолжим. Последний кусок мяса остается в кузове. Давайте заберем его, отнесем и продадим. Посмотрим, сколько получится выручить денежек за вот это мясо. Давайте, во-первых, посчитаем, сколько у нас получилось кусков. То есть у нас было два оленя и один волк. Восемь кусков мяса. Отлично. Привет, дорогая. Не знаю, как тебя зовут. Будешь Нэнси. Привет, Нэнси. Я тебе привез кучу мяса. Давайте посмотрим. Продать на 280, друзья, ничего себе, неплохо. Неплохо. Я считаю, что это хороший заработок. Мы с вами потратили, ну сколько там, ну может быть полчаса, 20 минут, да, на все, на вот это дело. Интересно бы посмотреть, может в округе где-то есть какие-то еще олени. Например, вот прям рядом-рядом. Близко-близко. А чем черт не шутит, может быть даже и медведи найдутся. Вопрос с медведями я загуглю, наверное, где они обитают. Потому что как-то я наткнулся аж на трех или четырех. Я представляю, сколько мяса можно настричь с медведей, наверное, куда больше, чем с оленей. Ночью я еще сгонял, перед тем, как пойти спать, сгонял на заправку, и у меня кончились деньги полностью в ноль. Я даже не смог заправить полностью канистру, только лишь половину. Но зато у меня есть полный бак. Ну что ж, давайте вернемся, наверное, обратно домой. Неплохо мы с вами сегодня и потрудились, и поохотились. Конечно, хотелось бы поохотиться получше, но с другой стороны, смотрите, мяса много все равно мы с вами не увезем. Поэтому охотиться как-то, ну, чрезмерно, большого смысла не имеет. Но я вот все-таки пересматриваю. Мишку-то косолапого где-то здесь. На самом деле, стал пользоваться накатом очень годный, вот этот годный лайфхак по экономии топлива. Я считаю, что им обязательно нужно пользоваться, потому что, ну вот у меня сейчас, например, деньги в ноль кончились на заправке. Я не смог совершенно никак заправиться. Даже залить до конца канистру не смог. Так, ну вот мишке предательски не попадается. Ну и ладно, это ничего страшного. Ну что ж, возвращаемся, друзья, домой. Неплохо с вами мы сегодня поработали и поохотились. За кадром я, наверное, постараюсь здесь поискать. Медведей поохотятся еще, потому что деньги будут нужны. И нужно будет довольно много денег. Чтобы купить первую свинью, нам нужно что-то порядка 300. 300 долларов у нас с вами, ну, немногим. Меньше, да, 280, но, к сожалению, пока нет куда взять дополнительные средства. Давайте еще раз взглянем на наш амбар, который получилось построить. Очень годный, классно, вот здесь будут гулять в будущем свинки. Интересно, здорово. А давайте-ка вот еще на что взглянем напоследок. Что у нас можно построить здесь? Ветряная мельница зернохранилища. Круто, за 250 долларов, классно. А здесь увеличить размер амбара за 125. Неплохо. Слушайте, вот это классно, здорово. А здесь что можем построить? Большой курятник, отлично. Здесь средний большой, малый курятник. Хорошо. Наверное, на месте, когда мы снесем вот это здание, тоже появится возможность какого-то строительства. Я пока не знаю, какого именно. Но это все мы с вами выясним в будущем. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Комментарии обязательно пишите. Советы, предложения, пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.